приветствую вас на канале диджи ап друзья и сегодня у меня на обзоре довольно редкий гость для моего канала а именно как вы видите игровой руль так что сегодня я вам расскажу о своем опыте эксплуатации игрового руля pxn v99 на самом деле это не первый игровой руль у меня на обзоре от этой компании и уже на канале есть два ролика я делал обзор на игровой руль pxn v9 и pxn v3 и это были довольно прикольные руль и особенно v9 с комплектом педали и ручной коробкой переключения передач но конкретно этот руль я бы с ними сравнивать не стал потому что ну лично для меня это уже супер профессиональное решение для домашних гонщиков так скажем и давайте обо всем по порядку начнем сразу без интриги со стоимости чтобы вы эту информацию все время держали в голове стоит этот игровой руль на текущий момент от 20 до 25 тысяч рублей и так перед нами игровой руль довольно профессиональный если можно так сказать здесь у нас имеется система force feedback то есть это руль который имеет обратную связь и с которым вы можете чувствовать и автомобиль и дорожное покрытие и сопротивление колес и так далее руль оборудован кучей кнопок здесь вы можете наблюдать 14 клавиш и также хочу отметить что здесь у нас внутри шестереночный механизм и сила усиления обратной связи здесь составляет три целых две десятых ньютон метра что очень ощутимо и в некоторых моментах у меня руль норовил прям выскочить из рук вырваться и это было реально очень круто здесь у нас металлическая втулка крепкая металлическая база довольно тяжелая руль сам по себе очень весистый вот так просто одной рукой то не очень просто поднять также здесь у нас есть четыре лепестка два лепестка верхних слева и справа это у нас клавиши ну а нижние лепестки они так скажем аналоговые то есть чувствительны к силе нажатия и работают и вы их можете настраивать в любых играх по оси если вы понимаете о чем я сам же руль опять же выполнен довольно качественно здесь у нас обивка или оплетка как это правильно назвать в общем резина текстурированная очень приятная для хвата и также у нас центр руля помечен синий окантовкой передняя часть руля у нас выполнена из металлической пластины причем довольно прочной при этом руль у нас умеет сниматься руль это у нас сменный вот так он выглядит в отрыве от базы ну а подобный блок вы в принципе могли наблюдать в модели pxn v10 ну и поскольку здесь у нас не только руль а целый комплект также у него в комплекте есть вот такой вот педальный блок из трех педалей которая также чувствительны к нажатию ну и этот блок может устойчиво довольно стоять если у вас твердопольное покрытие это ламинат это паркет или линолеум то вот эти вот прорезиненные прорезиненные или резиновые плашки не дадут скользить педальному блоку по полу слишком активно ну и так же как вы видите здесь есть пять резьбовых отверстий для крепления этого блока к различным платформам что кстати тоже очень круто но в моем случае у меня здесь в кабинете ковролин по ковролину педальный блок скользит но я его под подпер специальной подушкой для ног поэтому опять же дискомфорта не испытывал если его чем-то сзади подпереть все очень даже хорошо работает но это только касается коврового покрытия поскольку я протестировал в другой комнате его где у меня постелен ламинат там опять же никаких проблем нет его эти ножки удерживают по педалям сделаны они довольно качественно нажимается хорошо есть большой бонус в том что вы можете регулировать усиление их нажатия и шаги различное сопротивление на начальном и дальнейшем этапах это все через приложение но что касается коробки переключения передач опять же мы мы могли ее видеть в других моделях в целом она осталась такой же как и была в модели v9 такая же как и в модели v10 удобная хорошая в принципе довольно надежная здесь у нас есть 6 передач плюс 1 задняя например и две клавиши которые пригодятся в различных автосимуляторах включая например madrunner это будет очень удобно ну и подключается к базе данная коробка у нас вот по такому многопиновому разъему я такой разъем не припомню где еще есть ну да ладно главное что это все прекрасно работает все эти периферийные устройства педали и коробка переключения передач подключаются к базе база же сама подключается компьютеру по единственному usb порту ну и также подключается к сети 220 вольт все провода опять же в комплекте и есть провод с вилкой китайской и главное российской на что опять же удобно ну и буквально два слова по креплению к столу данный руль можно закрепить и к столу и к специальной платформе игровой крепится база на такие вот струбцины и это на самом деле гораздо удобнее чем вот такие вот решения то есть коробка передач закручивается у нас довольно при ли привычным способом вот таким вот винтовым креплением но руль у нас крепится на струбцины которые затягиваются здесь к шестигранным ключом благодаря чему у вас из-под стола не торчит еще вот столько крепления которое вы можете биться ногами но еще отмечу момент что руль может регулироваться по подъему здесь у нас есть опять же винты и несколько отверстий которые задают угол подъема руля я себе сделано самое высокое из трех положений мне так удобнее всего этот руль может прекрасно работать с пк также с playstation 4 xbox one xbox series s и x я разумеется тестировал только на пк поскольку обладателем консоли я не являюсь и как чудесно он работает с той или иной консолью вам сказать не могу весь мой опыт сводится исключительно к использованию на пк и вот теперь давайте перейдем наконец к игровому опыту первое что хотелось бы отметить несмотря на то что этот руль все-таки относится к бюджетным решением поскольку стоит плюс-минус 20 тысяч рублей в то время как там супер профессиональные решения могут стоить и 35 и 40 и дороже можете посмотреть сейчас на рынке я бы охарактеризовал это как супер профессиональный все-таки руль поскольку местная система фидбэк она прям в корне меняет ощущение от игры с рулем и еще момент что это зависит и от игры в частности я на этом руле играл for the horizon 5 project cars 2 ассета корзе евротрак симулятор american track simulator need for speed hot pursuit ремейк кстати моя любимая часть need for speed а также bmg drive ну и конечно же city car driving кстати в нее вообще немало залипал и здесь надо понимать что игры все равно немного по-разному взаимодействует с этим рулем к слову for the horizon 5 с рулем с этим она играется прекрасно и мне с этим рулем в нее играть гораздо больше понравилось тем чем с тем же pxn v3 или v9 потому что обратная связь опять же дает больше погружения и интересные ощущения это во первых во вторых этот руль более четко откалибровался под игру и да под каждую игру можно откалибровать а в настройках б в настройках приложения и еще важный момент этот руль умеет работать в двух режимах это динпут и x-инпут и если вы столкнетесь с тем что какая-то игра не поддерживает полноценную поддержку руля то есть такого устройства как руль она не знает пожалуйста подключайте руль в режиме x-инпут и он у вас распознается грубо говоря как геймпад опять же настроили по оси и спокойно играетесь и среди игр которых я тестировал я не встречал проблем с подключением этого руля до большинство игр этот руль не знают мы заходим в руль выбираем свою модель запускаем калибровку тратим спокойно пять минут времени на то чтобы все клавиши указать какая клавиша за что отвечает и все и руль при этом работает отлично в автосимах более серьезных таких как project cars или ассета корзо там есть возможность тонкой калибровки руля и кстати в american track simulator тоже благодаря чему мы получаем во первых полу синхронизацию движение руля персонажа и движение руля в реальности это во первых а во вторых он начинает себя вести максимально естественным образом и говоря про приложение этот руль полностью управляется приложением для android вы его можете скачать свободно с play market а и в этом приложении вы можете поменять режим работы руля при подключении к пока это x-input или dinput также вы можете выбрать пресет настроек для рекомендуемых игр там есть список определенных игр где этот руль работает изумительно и также можете поменять различные настройки поменять силу обратной связи поменять усиление вращения руля поменять усиление нажатия педалей настроек там на самом деле много довольно главное что можно по себя все перенастроить и это действительно очень круто ну и возвращаясь к играм например city car driving прекрасная игра чтобы ну как игра это тренажер по сути тренажер вождения и с помощью этого руля можно прекрасно отучиться попробовать даже сдать виртуальный экзамен и в целом привыкнуть работать со сцеплением привыкнуть работать с передачами привыкнуть ездить по правилам соблюдая pdd все замечательно при этом обратная связь руля присутствует но не такая яркая как допустим в гоночных симуляторах forza horizon 5 не раз мной названная все прекрасно обратная связь работает по первости она у меня вызвала даже вау-эффект гонять удобно гонять прикольно погружение есть но когда мы заходим в конкретные симуляторы да кстати не сказал об этом самом начале этот руль умеет поворачиваться на 900 градусов и на 270 градусов переключатель режима 270 или 900 градусов находится задней части основного блока так вот когда мы заходим в конкретные автосимуляторы тот же project cars или ассета корза то там у нас уже фидбэк этот работает на полную ты чувствуешь каждую кочечку ты чувствуешь сопротивление при повороте ты чувствуешь руль начинает себя сильно по-разному вести и давать различное сопротивление и вибрации в зависимости от скорости дорожного покрытия ты чувствуешь конкретно бордюр да я не скрою что буквально минут 10 назад посмотрел несколько обзоров на эту модель и где-то проскочило мнение что нет в зависимости от более дорогих моделей этот руль не дает почувствовать каждую кочечку ну тут дело зависит еще от игры вложили разработчики такую возможность или нет потому что в автосимах я все кочки чувствовал я заезжаю на дорожный ограничитель меня руль начинает вот так вот калашматить собственно я вам во время своих диалогов вставляю подсъемки я думаю это заметно ну и очень кайфово было по управлять автомобилей автомобилем в bmg drive вот там прям прикольно то есть в этой игре очень хорошо чувствуется автомобиль и очень сильно браза бросается в глаза разница ну как в глаза в ощущение бросается разница в зависимости от типа автомобиля подгрузил пикап стандартный вот он управляется прикольно ты чувствуешь руль себя ведет мягко но достаточно вязко вязко подгрузил гоночный автомобиль все у тебя руль уже как будто спортивные реально очень разнятся ощущения от вождения это действительно круто и таким образом если бы я не понимал что это в принципе бюджетную руль и здесь возможно есть некоторые моменты которые можно было бы лучше реализовать я бы сказал что это супер сверх там классное устройство для любителей гонок для тех кто действительно упарывается по автосимом и так далее и назвал бы его в принципе самым профессиональным рулем однако есть более дорогие решения есть более именитые производители но в рулях от них мы можем получить получается три бонуса по моим скромным подсчетам поправьте меня в комментариях первое более резкий фидбэк более быстрый может даже более сильный да и естественно механизмы бывают разные соответственно вы можете эти ощущения получить ну там более резкими более быстрыми и так далее то есть чуть более лучше но опять же сильно ли вам это нужно но если вы профессиональный гонщик и вам нужно в автосимуляторе сначала потренироваться на трассе а потом сесть в этот же автомобиль выйти на этот же гоночный трек и проездить то наверное да если вы просто геймер то я не знаю здесь опять же в автосимах гоночных у меня в некоторых моментах руль практически натурально вырывала из рук так что я не знаю нужно ли нужна ли мне более прогрессивная система обратной связи второй бонус который мы можем получить это педали с более сложным тросиковым механизмом нажима они могут быть интереснее реалистичней да здесь я согласен опять же если вам это важно и нужно то да ну а третье это в некоторых играх мы можем встретить самые популярные навороченные модели рулей под которые уже игра откалибрована и это вам сэкономит всего лишь пять минут настроек этого руля но повторюсь я тестировал его в разных играх и нигде я не столкнулся с проблемой что этот руль не захотел работать я потратил пять минут подключил нужный режим зашел в настройки откалибровал как мне надо и вот я гоняю с отличными ощущениями так что я могу на полном серьезе назвать это лучшим рулем пожалуй за свои деньги за свои 20-24 тысячи за которые он продается на момент съемки этого видео и если вы со мной не согласны и за эти деньги вы знаете более хорошее решение обязательно напишите в комментариях во первых это будет полезно тем кто сейчас присматривается к рулям а во вторых мне тоже будет интересно обновить свои знания об игровых устройствах которые сейчас на рынке есть но ссылку на эту модель на нескольких маркетплейсах я оставлю в описании под этим видео ну и еще компания PXN выпускает различные геймпады тут небольшой бонус к видео я себе от них заказал вот такой вот интересный геймпадик это у нас модель 9607X геймпад стоит порядка 3000 рублей где то можно найти подешевле где то чуть подороже я его заказал чтобы играть некоторые игры в которые я играю с геймпадом ну так же я иногда нет нет да поиграю в какой-нибудь файтинг и мой основной геймпад уже престарелый F710 от Logitech приказал ну вот-вот прикажет долго жить там уже все покрытие слезло хотя они все еще выпускаются все еще продаются захотелось чего-то другого и на самом деле мне очень порадовал этот геймпад и своей формой и своими тактильными ощущениями он у нас на встроенном аккумуляторе заряжается через Type-C подключается он по Bluetooth и вот здесь я немножко боялся такого момента что он у меня там не захочет синхронизироваться с некоторыми играми или будет как-то не очень работать с некоторыми играми офигенно он работает со всеми играми по Bluetooth спокойно но в моем компе в материнке встроен Bluetooth модуль и если у вас его нет пожалуйста там условные 500-700 рублей покупаем USB свисток блютузный и наслаждаемся а прикол того что он по Bluetooth в том что он может работать ну хоть с ПК хоть с Nintendo Switch поэтому пока я им пользуюсь порядка месяца периодически на нем играю геймпад охеренный вот честно могу рекомендовать как универсальное решение вот такой вот бонус поделился с вами своим опытом по геймпаду ну что друзья вот такой вот у нас вышел обзорчик руль реально классный я надеюсь вам этот ролик был интересным и полезным обязательно ставьте лайк если да подпишитесь на канал и прожимайте колокол чтобы не пропускать новые интересные видео ну и обязательно заходите в наши соцсети Telegram, Вконтакте, Dzen все ссылки как обычно в описании ну и напомню что все свои видео я дублирую сразу на несколько платформ среди которых VK, Dzen, все что угодно, Routube там и платформа поэтому смотрите там где вам удобнее ну а на этом на сегодня у меня все до новых встреч друзья отеля а а а а а и а Продолжение следует...